На телеканале «Жанбл» стартовал новый 35-й сезон. Презентация новых амбициозных проектов, общественно-политических, социально-культурных и интеллектуальных программ состоялась сегодня. На торжественную церемонию были приглашены ветераны, внесшие весомый вклад в становление и развитие областного телеканала. О масштабном мероприятии, посвященном юбилею телеканала, смотрите далее в сюжете. По родному городу Демалас, Вестенкбекар, эти и другие передачи увидят зрители нашего телеканала. И стоит отметить, что наш телеканал открывает 35-й сезон. Также в ходе мероприятия гостям вечера был показан ролик, рассказывающий об истории становления нашего телеканала. Руководитель аппарата Кима Жанблской области прибыл на презентацию нового сезона нашего телеканала, который вещает в эфире 14 часов в сутки. Лесбек Лебаев поздравил сотрудников телеканала и отметил важность и значимость журналистской работы в современных условиях. Уважаемый коллектив телеканала Жанбл, я поздравляю вас с 35-летием областного телевидения. Желаю вам творческих успехов. Вы служите мостом между народом и властью. В ваших стенах была воспитана целая плеяда талантливых журналистов, которые работают не только здесь, но и в крупных изданиях и даже за рубежом. Удачи в вашей работе. Также работников Жанблского областного телевидения с юбилейной датой поздравили председатель областного филиала партии Аманат Даул Бесенкулов, руководители соседних Шымкенского и Кзлардинского филиалов АО РТРК Казахстан. Основная задача тележурналистики – своевременно и достоверно информировать общественность о важных событиях в жизни страны и региона. В новом сезоне телезритель перенесется в удивительный мир, где он узнает о традициях разных национальностей, о богатой истории Казахстана, о вкладе старшего поколения, а также об инициативах нового поколения по развитию современного Казахстана. Нашему телеканалу 35 лет. Это одновременно и возраст молодости и возраст зрелости. Все эти годы наш телеканал развивался. Каждый год мы улучшали свой контент. Придумывали новые телевизионные продукты. Мы делали все для того, чтобы наши программы, наши продукты нравились нашим уважаемым телезрителям. Оставайтесь с нами. Подготовка востребованных программ – дело непростое. По ту сторону экрана не видно всех сложностей, с которыми сталкивается команда. Беспрецедентный старт нового сезона на телеканале «Жамбул» был отмечен премьерой новой увлекательных программ. Среди них «По родному городу» – смелый проект, знакомящий телезрителей с историей главного города Жамбулской области – «Тарас». Отметим, что в новом сезоне жители региона на нашем телеканале увидят 31 передачу. Чем город по праву гордится и как он развивается? Какие преображения ждут его в будущем? Об этом вы узнаете в программе «По родному городу» на телеканале «Жамбул». В ходе презентации новых проектов состоялось награждение за вклад и развитие Жамбулской области отличившихся граждан. Я работаю на областном телевидении с 2015 года. Начинал как рядовой корреспондент, был диктором, вел новостные выпуски. Позже мне доверили вести телепередачи автором, сценаристом телепередачи «Являюсь я сейчас». Для меня это замечательно, потому что это возможность развиваться, это возможность быть значимой. Новые декорации, современные телепрограммы, актуальные темы, интересные интервью, анализирующие благосостояние общества, амбициозные проекты – все это могут оценить искушенные зрители телеканала «Жамбул» в новом сезоне. Телеканал будет и дальше развивать производство программ и телепроектов. За подробной информацией следите на нашем сайте jambultv.kz и на страницах в социальных сетях. Балихан Толгатов, Аслужан Шымкент, Айкен, Акпарат.